В рамках выполнения отраслевого соглашения между Общероссийским профессиональным союзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Федеральной таможенной службой на 2017-2019 годы, в гостиничном комплексе Измайлова 23-24 апреля 2019 года проведен обучающий семинар совещания представителей профсоюзных организаций таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении ФТС России. Организаторами семинара совещания выступили Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и Федеральная таможенная служба. С Федеральной таможенной службы России наш профсоюз хорошо сотрудничает уже много лет. Первое отраслевое соглашение между профсоюзным работник государственных учреждений и общественного обслуживания и Федеральным таможенным комитетом Российской Федерации было заключено 21 июля 1995 года сроком на год. 9-10 ноября 2000 года в Москве был проведен семинар совещаний представителей организации профсоюза, действующих в таможенных органах России, посвященный проблемам совершенствования их работы, развития партнерства с системой социально-традовых отношений. Обучающий семинар совещания проводился для представителей профсоюзных организаций из числа кадровых и тыловых подразделений. В работе семинара совещания приняло участие 58 представителей таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении ФТС России из Центрального, Приволжского, Сибирского, Уральского, Южного, Дальневосточного, Северо-Западного, Северокавказского таможенных управлений, Калининградской областной, Крымской и Севастопольской таможен, Академии таможенной службы, Центральной базовой, Центральной, Центральной акцизной, Центральной энергетической таможен, Центральной поликлиники ФТС России, Центрального клинического госпиталя ФТС России, таможен аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также 13 должностных лиц Центрального аппарата ФТС России и профсоюза. Особенно плотно мы ощущаем плечо профсоюза при рассмотрении проблемных вопросов, связанных всё-таки с охраной труда. У нас с профсоюзом очень давнее и тесное взаимоотношение. Основой, конечно, является соглашение, которое заключено между Федеральной таможенной службой и профсоюзом. Многие годы мероприятий, которые в нём запланированы, они успешно выполняются. Но я даже сейчас хотел сказать не о формальной стороне вопроса, а о тех действительно человеческих и добрых взаимоотношениях, которые между нами существуют. Особенно в последнее время. Даже сегодняшнее проведение этого мероприятия говорит о том, насколько мы понимаем друг друга, насколько задачи, которые решает и профсоюз, и решает Федеральная таможенная служба, они значимы, они общие. С докладами выступили. Государственный инспектор труда отдела по расследованию несчастных случаев Государственной инспекции труда по городу Москве Степанова. Начальник отдела охраны труда, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Главного управления тылового обеспечения ФТС России Корулина. Доцент кафедры управления Российской таможенной академии Курихин. Заведующий юридическим отделом ЦК профсоюза, главный правовой инспектор труда профсоюза Руди. Заведующая отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК профсоюза Шестакова. Заместитель директора Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Корчагин. Первый заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации Национальное агентство развития квалификаций Смирнова. Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы противодействия коррупции Минтруда России Вахнин. Советник отдела политики в сфере государственной службы и методологии развития муниципальной службы Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы противодействия коррупции Минтруда России Сидорова. По итогам обучающего семинара совещания участники поблагодарили организаторов и выразили пожелание проводить подобные мероприятия на регулярной основе.